Плачь, тебя не раздали, ты упал, все, ты спишь. То есть в плане... Смотря за тебя сколько заплатят. Я думаю... Нормально, не все, но с деньгами решать. В общем, главный итог понедельника такой. 28 января в Москве будет очень много драк, не считая тех, что будут еще в новой Москве. Т-34 дерется с Шульским, Зелимхан пулеметчик с Дациком, Эмиев с персидским дагестанцем, Тимур Никулин со Стацуренко, а гигант из зала Федора с Фернандо Родригесом на шоу «Тройной удар». Меня зовут Вадим Тихомиров, и давайте хоть чуть-чуть систематизируем знания об этом. Побросается в глаза. Даже внутри огромного количества боев бойцы продолжают кидать друг другу вызовы. Да, но есть один парень, буквально вчера в городе Твери произошло такое небольшое недоразумение, назовем это так. Адам Вандер, его зовут, он, можно сказать, в таком легкой форме моего одноклубника, ушел мастер, которого вы знаете, может быть, слышали. Именно его оторвал, скажем грубо так, и кинул мне вызов. Я хочу сказать так, я сам кидаю тебе вызов, Адам Вандер. Меня зовут Эмман Хасик, я играю в пицциннике команде Джа-Джа и Крэнс по Панума. Хотел сказать пару слов. Один пиццинник нашей команды однажды я бил за тобой охоту, это баунти-хантер, но ты, Хаклорн, он с тобой приходил, но ты бежал от него. Вот хочу тебе прямо в глаза сейчас заявить при всех сидящих здесь, что я биляю за тобой охоту и готов выскочить с собой по любым правилам, по кулачке, по ММА, по кикбоксингу. Для меня дошла информация, что из профбокса есть один тяж, осетин. Я не помню, как его фамилия, но как у него фамилия. Не-не-не, Гаси. Он дрался на одном турнире, когда я с Датском дрался, после меня. Уровень конкретики тут иногда, правда, отодвигает нас на 15 лет назад в самые первые метания вызовов в Ютубе. Кто сегодня билал для твоих пацанов с Гимашем? Вы едите на улицу, если вы такие здоровые и сильные. Это я вам и вы. Я вас порву. Посмотрев на это, один из моих коллег спросил, интересно, насколько все это злит профессиональных боксеров с рекордами вроде 20-0, которые отдали боксу по 10-15 лет жизни. Я же посмотрел на все это и задался другим очень важным вопросом. Когда мы берем интервью у бойцов, они всегда говорят, что мы там росли на фильмах с Ван Дамом, вспоминают эти фильмы. А вот рядом с вами сидит Дмитрий Дюжев и в фильме с ним была культовая драка Белова и Мухина. А как вам она оценить ее, как человек, который и в кино снимался, и при этом драться умеет очень хорошо? Мы когда с Дмитрием сегодня увиделись, я, конечно, сказал вам, что я вырос на этой картине и одним из моих любимых персонажей как раз был Космос и Фил. Я недавно, кстати, пересматривал эту драку и с точки зрения каскадеров и всей этой постановочной драки мне понравилось. Хотя я это и в детстве смотрел, но и сейчас уже более профессиональным взглядом. В общем, классно, спасибо вам за это. Я приоткрою маленькую завесу. Действительно, в тот... Первый Алексей Сидоров, режиссер и сценарист бригады, утвердил меня на муху. Когда я впервые к нему пришел, он говорит, я тебя сразу утверждаю на муху. Я был счастлив. Не знаю, меньше или больше Космоса я был рад, но в тот момент, не играя никогда в кино, я был счастлив получить роль в несколько сцен. И в тот день, когда снимали драку персонажей Белого и Мухи, день был короткий, заканчивался, много нужно было успеть, и на эту драку оставалось совсем немного времени. Постановщики-каскадеры поставили эту драку, начали торопить, ребята начали друг друга задевать, и уже Алексей кричал, ребята, начал эти бой, как можете, мы снимаем на сквозняк, но так они друг друга задели. А вы в фильме же тоже ногой отмахиваетесь, когда вы с мегафоном вызываете Белова, над вами начинают смеяться, и вы так... Это комедийного эффекта. На самом деле дрались актеры те самые, Безруков и Муха, они были? Или дрались каскадеры? Нет, это они были, конечно, Сергей Апрельский. А они плохо дрались. Тим же тоже дрался там, по боксу. Нет, они вдвоем, просто они друг на против друга, а в таких каратистских стойках стояли, я помню. Что-то такое было, да? Белого не помню. Да, уличные. Нормальный бой у него был. В октябре подрались все, в принципе, там звезды российского ММА, ну, я имею в виду и вы, Владимир, и там Магомед Смаилов, Александр Шлеменко, Вагап Вагап, ну, вообще все буквально. И как-то уже постепенно у всех почти следующие бои наметились, ну, вы пока говорите там о проектах, что вам интересно как-то пожить жизнью вне спорта, но есть довольно очевидный вопрос, он, наверное, к вам на двоих с Камилом, но когда вы будете драться, хотя бы вот, есть ли какие-то очертания вообще у этого? Да, у нас есть план, планы мы его придерживаемся, и прикрывать нас во всем, Матч ТВ. История про объединение поясов, она очень жива и очень интересна для меня. В этом, ну, здесь нужно дождаться победителя пары Адилов и Шлеменко, плюс от RCC поступают предложения, но для этого нужно дождаться победителя пары Исмаилов и Шлеменко, по-моему, они будут драться за пояс, насколько я подумал о товарища, который мне связывался от RCC, но это действительно перспектива не ближайшего будущего, но у меня есть обязательно защита титула, которая должна пройти в 2022 году, поэтому бой со мной обязательно будет, с кем? Я уже сказал, что на сегодняшний день, пока Шлеменко не подрался с... Адиловым может быть разным, это клетка, сами понимаете, пока для меня интересно это объединение титула с... значит, Eagles FC на совместном турнире Fight Nights и Eagles FC в памяти о 2-м от нормального. Ну, просто это вырисовывается пауза почти в год, но как бы вы к ней готовы, да? Ну, то есть у меня есть чем заняться, плюс у меня есть больше времени для того, чтобы подготовиться. Но если поговорить серьезно, то расклад примерно такой. Трансляция боя Александра Усика на одном популярном канале дает примерно такой же рейтинг, примерно такие же цифры просмотров, как вечер бокса, организованный самим каналом при участии Владимира Хрюнова и боксеров уровня Вячеслава Дацека и Артема Тарасова. При этом, разумеется, права на трансляцию боя Усика могут стоить, ну, никак не дешевле, чем организовать вот эти бои. А вот самый популярный вопрос у хейтеров, какое это отношение имеет к спорту? Вот они всегда пишут. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Давайте попробуем того, кто задает этот вопрос, встать на беговую дорожку и кто дольше пробежит. Он или участник турнира? Или даже я. У меня год назад не было легких практически, 90% повреждений. Но я же нашел в себе силу восстановился, дышу. Сейчас безостановочно бегаю час три раза в неделю, полтора часа, еще три раза в неделю. Конечно же, это преодоление. Давайте начните себя преодолевать, давайте находите какие-то реальные вещи, связанные со спортом, и вы найдете. Но мы имеем дело с антиаудиторией, которая, как вы сами знаете, как журналист, она активнее, чем та аудитория, которая нас поддержит. Аудитория мы анализировали, но я не раз повторял, что задача повышения рождаемости, и вот Виктория даться к тому подтверждение. Действительно, девушки тянутся к тем, которые выглядят, как те, которые выступают. Это их кумиры. Сегодня жизнь жесткая, временами жестокая, и не каждый мужчина выдерживает. Разумеется, с этим можно спорить, но и нужно признать, что спортсменам высокого уровня в 2022 году нужно что-то делать, чтобы становиться популярнее. Выкладывать скриншоты трансляций со словами «Что это за цирк?» очевидно, не самая эффективная мера. Правда, чуть забавляет, когда начинают говорить, что привлечь к себе внимание можно только с помощью трехэтажного мата или, цитата, нагадив на борцовский ковер перед схваткой. Но вот Магомед Исмаилов когда-то не постеснялся взять телефон и начать снимать веселые ролики. Или спрашивать у Хабиба в присутствии Юрия Дудя, кто победит, Владимир Минеев или Магомед Исмаилов. А Александр Шлеменко не дрался весь 2020 год, но не стеснялся быть острым, давая интервью и, что называется, не сливался с этих интервью. И теперь ни Дацик, ни Артем Тарасов, ни даже Т-34 не могут лишить Шлеменко и Исмаилова очень внушительных гонораров и топовых трансляций, возможно, лучших в российских ММА. Надеюсь, это наблюдение кого-то обнадежит. Меня зовут Вадим Тихомиров, новые видео будут появляться у нас на канале регулярно. До встречи. Пока.